Надежда Ермакова и Даниэль Чистов все-таки показали свои обручальные кольца. Здравствуйте, друзья! А перед началом ролика не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей о Доме 2. Помолвка Даниэля Чистова и Наде Ермаковой была на грани срыва, однако в конечном итоге парочке удалось помириться. И сейчас подготовка к торжеству идет полным ходом. К примеру, накануне в сторис Надя рассказала о предстоящей покупке обручальных колец, а вот уже через пару-тройку часов продемонстрировала, на чем они остановили свой выбор. К слову, экономить влюбленные участники телепроекта не стали. Свой выбор Ермакова остановила на кольцах из белого золота. Кроме того, колечко самой Надежды украшено пусть и не крупными, но все же бриллиантами. Девушка подчеркнула, что довольна покупкой и рада тому, что в списке ее дел по подготовке к торжеству стало меньше на один пункт. Правда, расслабляться пока рано, ведь впереди выбор платья и другие приятные хлопоты. Кристина Лисковец подготовилась к возвращению Глеба Малмыгина с проекта Дом 2. Явно не ожидала Кристина, что заготовленная интрига с ее расставанием с Глебом так быстро будет раскрыта на поляне. Блондинка уже даже сториз с подготовкой квартиры к появлению своего молодого сожителя убрала, накануне так опрометчиво рассказав, как меняет диван, и это сложно сделать без мужской помощи. Лисковец явно подготовилась к возвращению Малмыгина с проекта, решили ее поклонники, которые не слишком верили изначально в историю, рассказанную Глебом на лобном месте. При своем возвращении, хорошо знакомый не только с кухней телестройки, но и с Кристиной Лисковец, Евгений Ромашов явно не просто так напал на Малмыгина, справиться с которым ему не составило труда. Или он так защищал честь Яны Захаровой, как считают некоторые пользователи сети. В любом случае, Глеб Малмыгин просчитался со своим возвращением на телестройку. Не находите? Или Кристина Лисковец плохо подготовила сценарий и издала в социальных сетях своего молодого кавалера? Для тех, кто еще не знает подробности, покалеченного в потасовке с Ромашовым, Малмыгина выгнали из Дома-2. Ромашова за то, что он свернул Глебу шею, даже не посадили в изолятор, хотя изначально он первым полез к Глебу и жестко с ним расправился. История такова, что Малмыгин был на выходном за периметром, вернулся на проект и сразу попал под раздачу. Ромашов, защищая Яну Захарову, набросился на него с обвинениями, был послан в ответ и в итоге избил Глеба. Малмыгин отправился в больницу и заявил, что ему нужно на лечение две недели. На реалити-шоу остается его двоюродный брат Никита. Он подставил родственника и показал участникам Дома-2 переписки, из которых стало ясно, что Малмыгин после загула решил вернуться к Кристине Лисковец. В итоге Глеб остался за периметром, а его брата Никиту выгнали за ворота. Подробности узнаем из эфира в 24 марта. Многие участники Дома-2 и телезрители поддерживают Женю Ромашова, считающего, что Глеб специально создавал горячие темы и хайповал. Но разве Ромашов не занимается тем же самым уже четыре года, поглядывая на камеру каждый раз, когда нужно играть по сценарию? Почему-то поведение женатого Ивана Барзикова у Ромашова не вызывает желания наказывать Ваню кулаками. Если у Ромашова будет стоять выбор, Настя Бегрина или телепроект, он выберет Дом-2, в очередной раз придав свою девушку. Ему ли говорить о порядочности, не так ли? Бывшие участники Глеб Жемчугов и Настя Рейнашвили стали мужем и женой. Они расписались 18 марта, как и планировали ранее. На данный момент счастливые молодожены выкладывают в сеть первые фотографии ЗАГСа, собираясь праздновать свадебное торжество с близкими и друзьями. Напомню, Настя Рейнашвили после ухода Жемчугова из Дома-2 ждала его на проекте, затем переехала в Севастополь, где сняла квартиру. Влюбленные сразу подали заявление в ЗАГС и через несколько месяцев расписались. Несмотря на отсутствие постоянной работы, Рейнашвили уже мечтает о детях. Жемчугов подрабатывает ведущим мероприятий и снимает видео для социальных сетей. В связи с тем, что многие блогеры потеряли аккаунты в сети Инстаграм, свадьба Жемчуговых оказалась скромной. Кристина Бухенбалту не жалеет, что подпустила к себе женатого Барзикова. Из откровенных признаний Кристины в социальных сетях стало известно, что ее неоднократно предупреждали не связываться с Барзиковым. И напрасно брюнетка счастлива, что кто-то из топчиков Дома-2 сделал ее счастливой. Пока бывший возлюбленный Кристины Артем Грант тоже счастлив, что от отношений с нею избавился. Бухенбалта довольна, что Ваня зажимает ее под камерами и всеми способами разжигает тему этой внезапной страстной любви. Тем более, что на поляне находится Марго Куксенко, которая не только с Барзиковым разводиться не собирается, но и готова принять обратно своего любвеобильного мужа. Может быть счастлива Бухенбалта от того, что с Иваном Барзиковым всегда есть масса запасных тем для обсуждений и возможностей покрасоваться в кадре. Или кто-то верит в долгосрочность этого проектного романа между Кристиной и Ваней? Напишите свое мнение в комментариях. Алена Савкина не ожидала такой радостной встречи с семьей при выписке из роддома. Охотно делится Алена своей радостью по поводу рождения второго сына и о встрече, организованной родственниками ей и малышу при выписке из роддома. При этом опасается Рапунцель-младшая, что теперь у нее не будет времени транслировать свою жизнь в социальных сетях. Неужели мужу Илье Семину поручит? Или для этого и помирилась со своей старшей сестрой Ольгой Дмитренко, которая примчалась с детьми на это мероприятие? Признается Алена, что она не ожидала такой праздничной встречи, хотя и озабочена сейчас навалившимися хлопотами с малышом, который очень нравится ее сыну Богдану. По поводу праздничной встречи признается мама теперь уже двух сыновей, что она хотела просто сделать фото для семейного альбома, а получилось целое представление с шарами, хростовыми куклами и кланом Рапунцелей в почти полном составе. Будет теперь позитивный контент у всех представителей семьи из Владивостока. Татьяна Репина просит вопросы о свадьбе задавать Алексею Безусу. Сложно оправдывать своего возлюбленного в том, что тебе категорически не нравится. Находящаяся в больнице Таня Репина просит вопросы о свадьбе задавать Леши. В договоренности этой пары для захода на реалити-шоу в качестве участников официальный брак и свадьба явно не входили. Или Таня забыла, что Леша обещал, появившись на поляне, что женится на ней? Или опасается эту тему с ним поднимать? Не желая лишний раз расстраиваться и опасаться потерять ребенка, сам Алексей Безус предпочитает готовиться к празднованию своего дня рождения. Вечеринка по этому поводу пройдет сегодня на поляне, и без очередного скандала праздник явно не может обойтись, что и покажут в эфирах 25 марта. Не потому ли постоянно вынуждена Таня оправдывать Лешу, которого то к ней в больницу не пускают, то свадьбу обсуждать кто-то запрещает? Или я и давно уже Безус объяснил, что этот вопрос лучше вообще не поднимать, сам он найдет, как выкрутиться? Как думаете, друзья? Алексей Адеев отказался поддерживать Анну Брянскую, которая заболела анорексией. Участник Дома 2, отвечая на вопросы поклонников реалити-шоу, решил прокомментировать свою бывшую девушку Анну Брянскую, и сделал это с нотками презрения. Адеев отказался поддерживать Брянскую, страдающую от анорексии, однако дал ей совет покупать его пиццу и решить проблему с похудением. Означает ли это, что Леша приглашает Анну на проект? Или он скорее напоминает ей, чего она себя лишила, когда решила жить за периметром и встречаться с обеспеченным молодым человеком, который, судя по страданиям Брянской, бросил ее в трудную минуту? На данный момент непонятно, что происходит с Брянской. Стало ей лучше или она действительно на грани? Во-первых, полеты в Дубай и на другие модные курорты резко прекратились. Во-вторых, Анин бизнес в сети Инстаграм рухнул, и негде зарабатывать на рекламе. На данный момент девушка выглядит неважно и весит всего 30 килограммов. Надя Ермакова ударила Лешу Адеева и вычеркнула его из друзей. Пытаясь защитить Даниэля Чистова от издевательств и насмешек, Надежда набросилась на Адеева и влепила ему оплеуху. Участница Дома-2 пишет в сети, что у нее сдали нервы. Она никогда не была сторонницей драк, но ее старательно доводили, и поэтому Адеева Надя вычеркнула из друзей, и на душе у нее теперь тяжело. Все последние ссоры Нади с Адеевым возникли из-за Чистова, которого Леша считает лицемером. Ермакова призналась, что хочет уйти с проекта. Ей надоели разборки и обсуждения. Она морально истощена. Не успела закончиться история с родителями Чистова, которые считают, что она ведет себя неправильно и создает поводы для сплетен. Как Надя оказалась в новой неприятной ситуации, Адеев провоцировал Даниэля на потасовку и называл Чистову и Ермакову удаками с буквой М. По словам Виктории Фомской, несколько дней подряд на поляне происходили разборки между Адеевым и Чистовым. Ермаковой пришлось вмешаться и встать на сторону жениха. Во время ссоры она дала провокатору Леща, о чем теперь жалеет, ведь Адеев был и старым другом, практически единственным человеком, которому она могла доверять на Доме-2. Напомню, что это не первый случай, когда у Ермакова и Адеева были разногласия. Ранее они проходили детекторы лжи, потому что Леша заявлял, что у них была близость, а Ермакова утверждала на детекторе лжи, что интима не было. Но Адеев приставал к ней и был пьян, поэтому мало что помнит о событиях 15-летней давности. Кстати, полиграф могут и повторить, учитывая случившееся. Подробности ситуации узнаем из эфиров 24 марта. Интересно, какие еще провокации ждут Ермакову и сыграет ли она на проекте свадьбу или все-таки покинет Дом-2? На этом все. Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok